Господи, пожалуйста, дай мне быть первым, кто запишет ролик по Думфисту на ПТРе, пожалуйста. А всем не хворать, с вами СиДжей. Неожиданно для нас пару часов назад Святой Каплан добавил на ПТР Думфиста. Все ликуют, все счастливы, ну а мы сейчас рассмотрим этого героя поподробнее. Поехали! Аканде Агундиму, а именно так зовут Думфиста, на данный момент является одним из лидеров Когтя. Вырос в семье, которая владела компанией по разработке протезов. Во время восстания машины он потерял правую руку, но семейный бизнес помог ему восстановиться. В итоге Агундиму познакомился с носителем перчатки Акинжижи Адейми, нам более известным как Думфист Каратель. Именно он привел Агундиму в Коготь, где они работали вместе, но из-за разногласий Агундиму убивает своего учителя и становится новым Думфистом. После схватки в Нумбане с агентами Overwatch его сажают в тюрьму, но он сбегает. И хоть это не относится к истории, но, к сожалению, Думфиста не озвучивает Терри Крюс, простите. В игре же Думфист предстает перед нами как ДД. Да, он не танк, как многие думали. Достаточно мобильный и с очень интересными способностями, о которых мы сейчас и поговорим. Основной способностью является бомбарда с высоким уроном, небольшой дальностью стрельбы и автоматической перезарядкой. Альтернативная способность – реактивный удар. Накапливая полный заряд, Думфист бежит вперед на 30 метров и при попадании по противнику отбрасывает его, нанося 100 единиц урона. Пораженный противник получает дополнительный урон, если врезается в стену. Способность на кнопку Shift – апперкот. Думфист при помощи апперкота подбрасывает противника и сам подпрыгивает вместе с ним. Можно использовать как высокий прыжок. Ешка – дрожь земли. Является гибридом ультимейта Райнхарда и шифта Уинстона. Оглушает, наносит небольшой урон. Ультимейт – удар метеора. Пожалуй, самый нелогичный ультимейт в игре. Думфист подлетает высоко в небо, после приземления бьет кулаком по земле, наносит огромный урон в эпицентре и в радиусе около 10 метров. Почему же ультимейт нелогичный? А потому что Думфисту плевать, находится ли над ним потолок или его нету, он все равно прыгнет сквозь него и приземлиться сквозь него ему тоже не составит труда. К тому же движение происходит как по обычной дороге. То есть, если центр прицела врежется в какую-нибудь коробку, которую нельзя перейти, кроме как перепрыгнуть, то он остановится. Если Думфист прыгнет, допустим, в открытом месте, а затем залетит под какой-нибудь мост, при приземлении он не приземлится на мост, а приземлится сквозь него. Пассивная способность Думфиста дает ему персональные щиты. Если он наносит урон при помощи способностей, таким образом он может получить до 150 щитов. Что можно сказать по персонажу? Он достаточно интересный, в правильных руках наверняка будет имбой. Научиться играть за него можно, но понять какой он в обычной игре пока что сложно, потому что в квиках его очень сложно пикнуть, а в аркаде все только за него и играют. А на сием я с вами прощаюсь. Поставьте лайк, если понравилось. С вами был СиДжей, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok